Приветствую вас на моем канале. Больше недели я пытался написать программу для тестирования модулей HC12 на дальность действия. Пришлось преодолеть ряд проблем, но вроде бы все получилось. Программа более-менее готова, осталось маленько дорабатывать. Но, к сожалению, скорее всего, еще неделю я не смогу выехать в поля, потому что у нас прохладно, меньше 10 градусов тепла, и то дождь, то не дождь, непонятная погода. Поэтому еще неделю, скорее всего, я никуда не поеду. Но в условиях города, может, проверю, не знаю, посмотрим. Главное, что программа наконец-то получилась, и скоро мы приступим к проверке этих модулей на дальность действия. Ну а пока распаковка и проверка. Первый раз, когда я упомянул модули HC12, мне в комментариях сказали, что есть вот такие вот модули еще. Попробуйте их заказать. Действительно заинтересовали они меня. Модули довольно интересные, дешевые относительно. И я себе заказал невесомый пакетик, очень тонкий. Пришел из Латвии. Давайте вскрывать. Вообще не ощущается какого-то предмета внутри. Вот они. Это у нас модули GDY40. Написано версия 1.2. Вот такой вот очень миниатюрный модуль. Работает на частоте 2,4 ГГц. Антенна, видим, размещена на плате. Дальность действия заявлена до 100 метров. Выводы управления ВТЦ плюс питание до 3,3 Вольт. RXTX это UART, так же как и у модуля HC12. Вывод SET, так же это перевод модуля в режим программирования командами по UART. Вывод CS, чипселект. Если подать на него логическую единицу, то модуль уйдет в сон. Если подать на него логический 0, то модуль будет в рабочем режиме. И вывод GND. Так же видим, вот сбоку у нас 8 контактов. Вот чей модуль особенно интересен, как раз вот эти 8 контактов, которые сейчас расположены снизу. Дело в том, что программируя особым образом этот модуль, мы можем далее использовать его без микроконтроллера, управляя вот этими 8 ножками, 8 контактами внизу. И делать простые какие-то устройства радиоуправления. То есть, к примеру, нажали на кнопку, подключенную к выводу, вот к этому, и на приемном модуле на этом выводе появилась логическая единица, включилась нагрузка. Отпустили кнопку, нагрузка выключилась. То есть вот таким простым образом, запрограммировав модуль, к примеру, через программу терминал, через компьютер, чтобы не подключать к контроллеру, мы получаем готовое радиоуправление на дальности до 100 метров. И пока не знаю, он не разбирался, может быть даже по Bluetooth можно будет его подключить, но это пока просто подозрение. Так выглядят модули в сравнении, HC12 снизу и GDI40 сверху по длине платы. Примерно одинаковые, ну, примерно одинаковые модули. Но за счет отутствие антенны и меньше периферии, этот модуль весит меньше. И он весьма плоский, то есть легко встроить, не знаю, там хоть в открытку музыкальную. Оплачено было примерно 8 апреля, получил примерно 6 мая, мая, то есть около месяца была доставка, пакет простой, защита минимальная, но надеюсь ничего не повредилось. На странице продавца видим цена модуля всего 53 рубля, то есть примерно такая же цена, как и NRF 24L01. Заказывал я 5 штук, так что у нас там, ну, доставка вот чуть-чуть увеличилась, нормально. То есть 323 рубля за 5 штук я заплатил. Такой модуль миниатюрный. Здесь у нас видим сам контроллер, кварцевый, скорее всего, генератор, необходимая обвязка, 24C02, внешняя микросхема EEPROM и печатная антенна на 2,4 ГГц. Также у правца на странице есть выдержка из документации, если можно ее так назвать, где описаны все основные моменты. 2,4 ГГц, расстояние до 120 метров. Есть регулировка мощности передатчика от помощи UART-команд, эксплуатация, чувствительность, дальность действия, ток во время передачи, ток во время приема, ток в режиме сна 5 мкА, общение стандартно UART, применение различное радиоуправление, умный дом, 8 контактов ввода-вывода, эти контакты я уже описал, напряжение до 3,6 В, маленько неудобно, но ладно, что поделать. Вроде как выводы управления толерантны к 5 В. То есть, Ардуино можно запитать от 5 В, модуль через понижающий преобразователь от 3,3 В, а выводы RX-TX просто напрямую подключить к Ардуино. Ну, наверное, так я и сделаю. Размеры модуля 23 на 13,7. Настройки по умолчанию, скорость 9600, вот эти вот два пункта, Wireless ID и Device ID, которые и натолкнули меня на мысль, что его можно связать по Bluetooth с терминалом, программа-терминал для мобильного устройства. Но с Bluetooth никогда не работал, посмотрим, может, что получится. Можно иметь канал, можно иметь мощность передатчика, и можно настраивать режим работы модуля вот этих вот дополнительных 8 пинов. И описание команд, которые мы проверим. Подключение стандартное, питание RX-TX крест-накрест к контроллеру, и выводы чипс-элект и сет по необходимости. Если вам нужно ими управлять, то к контроллеру, если нет, то задаем жесткий логический уровень. Вот сказано что-то про подключение к мобильному телефону, но, видимо, понадобится модуль GDY16. Но я покупать не буду, если нет, то нет. Использование этих 8 выводов, то есть вот у нас кнопки, на другом модуле у нас исполнительное устройство, например, светодиоды. Нажимаем на кнопку, загорелся, отпустили, погас. Или другие режимы, где нажали на кнопку, отпустили, светодиод изменил свое состояние, начал гореть. Еще раз нажали, отпустили, он погас. Несколько режимов дают довольно гибкую настройку. И также, видимо, управляя вот этими кнопками, можно отправлять данные сразу на микроконтроллер или в терминал программы на компьютере.